приветствую вас меня зовут лилия донского и сегодня у нас третий выпуск секрета сетевикам и я решила затронуть одну важную тему мне кажется с нее и нужно было начинать но неважно в какой последовательности мы это делаем главное что мы делаем готовимся стать чемпионами продаж я всегда рекомендую максимум брать все из обучения от жизни и от себя потому что очень большой потенциал в каждом из нас заложен а используем мы такие малюсенькие ресурсы ну как бы стыдно даже немножко поэтому я предлагаю по максимуму прокачаться в теме стать хорошим продавцом хорошим консультантом и хорошим рекрутером и так сегодня мы с вами поговорим о том как готовиться к встрече и этот момент важен и когда вы идете на встречу с клиентом и когда вы идете на встречу с кем с потенциальным кандидатом к себе в команду немножечко меняются некоторые атрибуты но не более того суть остается та же самая итак первое что мы делаем когда мы собираемся на встречу мы собираемся то есть мы продумываем свой внешний вид в чем одеты что на голове какой макияж какие аксессуары я рекомендую всегда смотреть моду то что модно и актуально в этом сезоне чтобы соответствовать времени даже если вы считаете что это не как бы неважно то поверьте мне люди вокруг обращают огромное внимание на то как вы выглядите если им нравится как вы выглядите они хотят с вами общаться хотят вас слушать если не нравится то есть вы не дотягиваете до до определенного уровня то конечно с вами общаться уже будут с меньшим желанием к чему я это говорю есть такой такое выражение что по одежке встречают по уму провожают поэтому важно прийти сразу и произвести хорошее правильное впечатление конечно вам должно быть в одежде комфортно все что на вас одеты должно соответствовать как бы вашему внутреннему миру и восприятию не надо перегружать себя излишними там блестками мощными аксессуарами все должно быть деликатно изысканно со вкусом подобрана и самое главное самое главное как вы думаете что забыла такое слово есть классная чтобы вы выглядели как одно целое вот своим образом бывает так что человек одет классно одежду отдельно человек отдельно не воспринимается вместе поэтому я например с удовольствием всегда общаюсь со стилистами если у меня есть такая возможность попасть на какой-то семинар послушать информацию почитать статью про моду про то как подбирать себе что-то я всегда это читаю и постоянно что-то для себя открываю новое от чего-то мне приходится отказываться есть такие вещи которые я например очень люблю но я понимаю что они никак не вяжутся с тем что мне нужно транслировать миру вот самое важное слово да запомнить что вы хотите транслировать своим клиентам и кандидатам и так внешний вид продумываете все до мелочей проверять чтобы накоточки все туфельки все было чистенько никаких затяжек дырок и так далее то есть опрятный красивый элегантный внешний вид второе прежде чем идти клиенту конечно если вы идете спонтанно просто раздавать каталоги и вы не знаете с кем вы встретитесь это одна история вторая история когда вы точно знаете куда вы идете в какую организацию и вам нужно тогда максимально собрать всю информацию о клиенте о человеке кому вы идете или в целом об этой организации чтобы прийти и сразу что сделать мы с вами же об этом говорили вручить комплимент людям а комплиментом может быть что знание об их компании комплимент что вы знаете какой у них хороший продукт да или то чем они занимаются это очень полезно для общества то есть немного информации о клиенте всегда будет вам плюсом идти что еще входит в информацию о клиенте ну о людях немножечко если есть возможность чтобы вы знали кому вы идете что этот человек любит что не любит если есть такая возможность изучить уже знать это будет вам плюсом потому что благодаря этим знаниям вы сможете задавать правильные вопросы делать нужные правильные комплименты они просто не в попад ляпнуть что-то лишь бы ляпнуть лучше знаете как говорят меньше говорить больше слушать и учиться задавать правильные вопросы которые будут располагать человека разговаривать и рассказывать вам давать информацию которые вам будет полезно нам нужна какая информация выявить потребности людей что им нужно и что для них актуально чтобы мы не можем с вами взять и предложить весь каталог тут полторы тысячи наименований и мы не можем рассказывать обо всем давайте я вам про туши расскажу давайте про крем и давайте про это то есть мы вопросами собираем как бы вот как на эти жемчужинка за жемчужинкой на ниточку одеваем у нас получается ожерелье вот тоже самое собирая информацию старайтесь ее всегда фиксировать если неудобно записывать что-то при человеке то записывайте сразу как только вышли от человека со встречи достаньте блокнот или в телефоне мне очень нравится и соединила эвернот он на компьютере и на телефоне и когда я что-то записываю с телефона потом это все сохраняется из компьютера можно потом прочитать можно редактировать можно как-то структурировать всю информацию чтобы она была понятная четко и доступная дальше когда мы собираемся клиенту то мы собираем необходимые материалы это могут быть анкетки я сейчас расскажу крутую фишку как легко собрать клиентскую базу и собрать заказ например у нас вышел какой-то новый продукт пусть это будет продукт тот который легко протестировать он легкий да его можно протестировать как на запах как на качество то есть выдавить до попробовать хотя это и крем для ног мы его можем тестировать на руке правда не обязательно же снимать с человека колготки мыть ноги и наносить крем мы можем потестировать на руке и мы берем продукт такой вот удобный и вкусный однозначно он вам должен нравиться этот продукт что вы делаете вот должны быть маленькие анкетки в этих анкетах вы пишете три вопроса любые три вопроса на которые человек ответит вам да пример вопросов сейчас скажу любите ли вы ухаживать за собой понравился ли вам продукт который тестировали хотели бы вы приобрести такой продукт для себя и для своих знакомых например для своих близких то есть три вопроса на которые человек да 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 и в конце маленькая такая табличка буквально три четыре максимум пять строчек в которых вы пишете список рекомендаций и там человек указывает фио своих знакомых контактный телефон и примечания то есть три графы фио контактный телефон примечания в примечаниях он пишет например что это моя мама или это там сестра лет подруга вместе учились то есть вы чтобы знали чтобы не получилось так что вы звоните и разговариваете с мамой вашей клиентки и не знаете что это мама то есть это тоже очень полезная информация когда вы позвоните здравствуйте мне ваш номер дала ваша дочь леночка например да уже это будет звучать так уютно тепло и располагать человека к вам уже стопроцентное доверие то есть вы просите человека протестировать продукт вы не говорите ему что надо купить или у нас какая-то акция вы говорите что помогите мне пожалуйста у нас проходит тестирование новой продукции мне нужно собрать например 10 анкет вот еще осталось три по тестам человек да давайте а что вы да и рассказываете буквально несколько предложений что это за продукт объясняете даете попробовать и даете запомнить анкетку ну и в анкетике в шапке фамилии имя человека кто заполняет его контактный телефон и можно дату рождения я стараюсь всегда брать дату рождения для того чтобы потом когда приблизится день рождения человека позвонить может быть спросить там какие-то услуги предложить может быть вам нужно что-то дню рождения там тени новые чтобы сделать супер макияж если вы умеете делать визаж можно предложить делать макияж праздничный или вы можете позвонить просто человеку в день рождения поздравить здравствуйте меня зовут лиля помните с вами общались я работаю в компании oriflame вы помогли мне заполняли анкету мы тестировали с вами очаровательный такой продукт помните помню я звоню поздравить вас днем рождения знаете человек просто обалдеет что ему столько внимания вообще человек с которым он случайно там встретился один раз что-то помог ему помазал крем написал сюда мне понравилось я бы хотел такое даже если он не купил этот крем все равно он будет рад вашему звонку поверьте мне переходим теперь к анкете если человек в анкете отмечает да я бы хотел такой продукт себе и своим близким вы потом проверяю анкету смотрите ага вижу вы ответили да на третий вопрос а скажите сколько вам заказать таких продуктов 1 2 или кого-то еще хотите побаловать тем более что скоро праздники то есть это не навязчиво должно быть все очень деликатно никакого давления я всегда говорю ребят в принципе никакого не должно быть никогда давление то есть искренне открыто если вам продукт нравится вы его с удовольствием продвигаете если не нравится не берите не надо брать продукцию которая вам не нужна то есть это очень классная техника когда вы правильно подготовились правильно и задали вопросы вы можете прям с видео все записать что я вам говорила дома порепетировать и пойти потом собрать возьмите себе задание собрать три первые свои анкетки напечатайте их на принтере разрежьте аккуратненько что все было красиво классно дальше смотрите когда вы идете клиентам все по максимуму нужно давать пробовать я рекомендую выписывать набор пробников у меня еще в прошлой упаковке у меня здесь лежат только духи уже помещаются сейчас вам чуть-чуть покажу то есть вот такие вот у меня палеточки с ароматами и в них лежат мужские и женские когда я иду к людям я не тащу с собой всю вот эту косметичку может представьте здесь более 100 пробников если я начну в них копаться искать например один аромат который вот сейчас идет в каталоге со скидкой я просто просижу у них час в поисках этого аромата люди уже устанут потому что все хотят экономить время все хотят чтобы было все быстро динамично поэтому мы должны с вами быть в теме как я делаю я открываю каталог открывают воды которые у нас сейчас идут со скидками только те которые представлены в каталоге например лидер откладываю то есть я дома готовлюсь я откладываю ароматы вот такие мешочки мне удобно мешочки наши от бижутерия я вот в них откладываю отдельно мужские отдельно женские и иду клиентам только вот с такими пакетиками я не тащу с собой всю эту бандуру просто нет смысла потому что все равно люди будут заказывать только ту продукцию которая со скидкой очень редко берут то что без скидки люди уже знают что в каталоге постоянно какие-то акции какие-то распродажи и они готовы подождать две-три недели следующего каталога если в нем будет аромат который им понравился со скидкой то есть вот такие мешочки никогда не выкидывайте если берете бижутерию а используйте их для того чтобы носить пробники клиентам очень нравится когда мы приходим с красивыми аксессуарами то есть чем больше у вас например ручка она должна быть красивая блокнот красивый то есть все всегда подбирайте себе аксессуары и чтобы они друг с другом сочетались и выглядели красиво и максимально респектабельно чтобы это было ну как бы не детский лепет да хорошие такие взрослые аксессуары дальше хотя сама держу ручку с медвежонком но мне дочка подарила мне она очень нравится так следующий пункт чем больше у вас общего с клиентом тем выше вероятность заказа о чем это то есть мотайте себе на ус на бровь на что угодно на ум чем больше общего вот смотрите например у меня дочка и у тебя дочка первое до соприкосновения сочетания там я не знаю я была в турции ты была в турции я люблю цветы и ты любишь цветы да я люблю там делать сама что-то своими руками handmade и ты любишь то есть мы находим с людьми там я родилась на украине ты родилась на украине все ребята чем больше точек соприкосновения тем больше вы родные люди согласитесь бывает у вас такое может быть вспомните приехали когда-нибудь в другой город может быть на какую-то конференцию или просто на концерт или просто путешествуете и вдруг вы знакомитесь с человеком который тоже из вашего города то есть вы случайно например вы с ульяновска приехали в москву и там встретили человека с ульяновска и такие ты с ульяновска и я а ты где там живешь о слушай да мы в одной школе учились и все и вы родные на всю жизнь вот так люди находят друзей обычно не там где они живут а встречаются не знаю где и становятся буквально родными или за границей русские ура и все мы мы русские вы русские все родные то есть мы всегда ищем максимально соприкосновения с нашими людьми с кем мы общаемся с клиентами с кандидатами чтобы встать с ними как можно ближе на одну ступень понимаете да для чего это чтобы вот больше было открытости больше было доверия потому что чем больше вы похожи тем больше человек готов вам доверять согласитесь что незнакомому человеку который просто принес каталог и хочет с вас до получить заказ как-то не очень хочется расставаться своими деньгами а если вы делаете все вот искренне так как вот ну вот как я вам рассказываю при этом понимаешь что вы бы тоже хотели чтобы с вами так вот обходились не по-сински там держите каталог заказывайте так что так мало заказали больше к вам не приду то есть нет именно вот как-то по-доброму чтобы вас ждали и ходить встречали вы знаете как интересно я сейчас вот обхожу с клиентов дарю уже подарки кому-то кто-то кому-то заказы отношу то есть идет движуха мне уже начали дарить подарки шоколадку подарили какой-то там сувенирчик знаете мелочь но так приятно то что клиенты думали что я приду они такие цвет а мне для тебя подарок это так круто почему так потому что я заслужила это уважение любовь и доверие поэтому они так относятся старайтесь тоже так делать и тогда вам не надо будет каждый каталог бегать искать новых клиентов у вас будет постоянная клиентская база и вы просто будете имея на руках там несколько каталогов раздали одним собрали раздали другим и у вас от 150 баллов и выше будет легко но это нужно потрудиться не на голову мне падают клиенты поверьте мне я все это делаю поэтому люди заказывают у меня ждут и так далее дальше последний пункт 5 я его выделила прям честно это выгодно вот смотрите многие мне пишут лиле спасибо за честные обзоры а почему это важно быть честным например если вам крем не нравится или вы знаете что он не очень а вы как бы вы хотите его продать человека он хороший ага классный во первых люди считывают то что вы врете они не знаю как люди на каком подсознании чувствуют что вы врете во вторых если человек не почувствовал да не интуитивный человек попался купил крем начинает пользоваться какахо просто да не нравится вот втюхала следующий раз вы придете даже если вы принесете волшебный продукт человек будет помнить что вы ему втюхали какую-то фигню и не захочет у вас купить даже просто обалденный крутой товар который ему действительно нужен и который бы ему действительно понравился всегда будьте честны до копейки расчет быть вовремя если вы пообещали прийти в 5 вы приходите в 5 если вы опаздываете вы звоните и говорите там марьи ванна я опаздываю вы ко мне я задержусь где-то минут на 30 вы еще будете или минимум другое время перенесем встречу вам удобно если чуть позже перейду то есть вы ребят понимаете что вы едете клиенту но вы не не должны унижать себя если вы опоздали например я опоздал не пойду это вы унижаете себя и когда вы звоните вы по деловому четко говорите я задерживаюсь мы перенесем встречу ли вы меня дождетесь вам удобно если я задержусь минут на 30 до там 40 то есть рассчитываете время или четко говорите я не сегодня не успеваю к вам марьи ванна простите пожалуйста вы мне скажите вам этот заказ очень важен срочен если да то я все равно буду двигаться в вашу сторону даже хоть задержусь скажите куда мне подъехать я вот там через такое-то время смогу быть чётко говорить не срочно все тогда переносим когда вам удобно в это время или в это завтра или через 2 дня ты смотрите по своему графику когда вам удобно и предлагаете человеку всегда два два варианта на выбор чтобы у него было ощущение что он выбирает но вы предлагаете только то что вам удобно ну человек выбирает из того что вы предлагаете то есть и вам хорошо человеку хорошо вот всегда честно честно просчитываете все если человек просит скидку четко говорите нет скидок нет есть подарки например подарю вот это да это вас будет ждать сюрприз скидок нет если вы хотите скидку я вам предлагаю оформить дисконт дисконт вам дает право покупки любого продукта до любой ассортимент покупать от 20 процентов минимум и до 80 я вас научу как оформить заказ где его забрать как оплатить и вы будете уже самостоятельно все делать устраивает оформляем нет не хотите хотите чтобы я возила тогда вот на моих условиях цены в каталоге указаны то есть я никогда не делаю скидки всегда четко проговариваю все условия чтобы мне нужно понимать что что человек меня правильно понял и услышал все очень доброжелательно открыто вы хотите скидку как классно вы такая молодец сейчас я вам скажу что нужно делать чтобы получать скидку оформляем дисконт туда-та-та-та-та-та и все рассказываю человек послушает и может быть скажет да круто я хочу и будет вашим классным партнером участвовать в организации товарооборота либо он скажет нет такое тоже бывает потому что люди когда понимают что ой да это мне надо ехать будет там 10 остановок за заказом ой платить за доставку да еще офис работает в определенные часы когда мне неудобно о нет ладно тогда лучше ты приноси и люди начинают ценить что вы эти 20 процентов зарабатываете но это оправдано это оправдано и тогда все будет хорошо то есть не надо придумывать что-то говорить всегда честно описывайте картину ситуацию всю прозрачно чтобы человек понимал что и как это у нас выглядит вот пожалуй на сегодня хватит открывай свою волшебную тетрадку я вам рекомендую все попробовать то что я рекомендую подготовиться выписать все вопросы готовить анкету походить потестить с людьми один продукт собрать анкеты собрать рекомендации пойти потом по рекомендациям тоже опросить этих людей то чтобы они потестили новый продукт поверьте мне вы соберете огромное количество клиентов огромное количество заказов также когда уходите оставляйте каталог на 2-3 дня чтобы люди смотрели весь ассортимент посмотрите весь ассортимент потому что у нас же не один крем да там есть много всего другого вот и таким образом у вас знаете как вот дом строят по кирпичику по кирпичику да потом крыша у вас будут выкладываться отношения с людьми с кем-то они не будут складываться и вы их больше никогда не увидите и они не будут вашими клиентами это нормально а часть людей станут вашими вот этим костяком клиентской базы с кем вы будете потом долгие годы работать и у вас всегда будет закрыт вопрос личным товарооборотом договорились от вас жду лайк подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы получать самыми первыми оповещения о наших новых видео и если есть вопросы в комментариях пишите старайте не в личку а именно в комментариях потому что да я отвечаю в комментариях на вопросы читают многие люди и это полезно это еще как маленький мини-тренинг когда идут вопросы-ответы окей спасибо за внимание всем желаю удачи классного настроения и огромных огромных вам заказов с вами была лилия донского пока пока пока